Несмотря на то, что первое чтение законопроект о палеотивной медицинской помощи прошел успешно, сама инициатива вызвала массу вопросов. Дать исчерпывающие ответы депутаты намерены уже ко второму этапу рассмотрения новеллы. С этой целью провели заседание Совета по законотворчеству при председателе Нижней Палаты Парламента. На повестке сразу два вопроса. Как облегчить участь неизлечимо больных пациентов и обеспечить их жизненно важными лекарствами? Принятие этих законов ждут больше полутора миллионов россиян, нуждающихся в палеотивном уходе, и около 18 миллионов их родственников. Есть болезни, когда человек становится беспомощным, когда он испытывает боли, когда он испытывает неподвижность, когда недостаточно в семье условий для оказания ему помощи. И, конечно, надо облегчить участь каждого россиянина, который попадает в такую ситуацию. И для этого нужно хорошее финансирование. Первый камень преткновения в реализации программы палеотивного ухода. Материально поддерживать это направление уже пообещал президент России Владимир Путин. До пяти миллиардов ежегодно на заботу, утешение и помощь тяжело больным пациентам. И если с источником финансов проблем нет, то к их распределению пока возникают вопросы. Есть риски, что деньги выделят, отправят в регионы, местные чиновники накупят какого-нибудь оборудования и отчитаются. А нам нужен качественный прорыв в деле палеотивной помощи. Пока вся тяжесть палеотивного ухода лежит на плечах общественных организаций. Неизлечимо больных пациентов берут на себя фонды и хосписы. Свои услуги предлагают и платные клиники. Условия более чем привлекательные. А вот цена комфортного ухода из жизни далеко не каждому по плечу. Извлекать прибыль из умирающего человека и делать так, чтобы человек, у которого есть деньги, умер лучше и иначе, чем человек, у которого денег меньше, это не просто безнравственно. Это недопустимо до того момента, пока стопроцентно потребность не будет удовлетворена в этой помощи за госденьги. С общественниками согласны и депутаты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил главную цель работы над одним из приоритетных законопроектов весенней сессии. Нам с вами сделать все для того, чтобы сотни тысяч наших граждан, их семей получили надежду на то, что у них уйдет боль, у них уйдут страхи. И неизлечимые больные люди получат помощь, близкие получат поддержку. А мы с вами сделали все для того, чтобы это состоялось. Одно из условий – доступность лекарств. И дело не только в цене. По фармацевтическому рынку ударили санкции. Теперь импортозамещение коснется сильнодействующих препаратов. Изменения ждут и саму структуру аптек. Сегодня при продаже лекарств аптеки так объективно сложилось, заинтересованы в продаже максимально дорогого лекарства, потому что они получают процент от цены проданного лекарства. Зачастую они даже не предлагают аналоги, которые более дешевые, которые не уступают по качеству. Это все нуждается в соответствующем регулировании. И пример возьмут с Запада. В этом плане есть на кого равняться. Самые прогрессивные зарубежные решения парламентарии планируют учесть. Сейчас пришло время государству вспомнить о том, что оно должно выступить гарантом достойной жизни своих граждан вплоть до последних месяцев этих жизней. О том, как обеспечить старость без страхов и страданий, законодателям предстоит поговорить не раз. А до второго чтения еще есть время. И им намерены воспользоваться в полной мере. 11 февраля в Государственной Думе состоятся большие парламентские слушания. К участию в дискуссии пригласят представители регионов. Прежде чем принять один из самых главных законов для людей, депутаты хотят услышать мнение каждого. Анастасия Воронова, Андрей Брумберг, Дума ТВ.